Хвала Аллаху Хвала Аллаху Аллах Всевышний сказал О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха! И пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха! Ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. О рабы Аллаха! У мусульманина есть своя высокая степень и почтение перед Аллахом. Ему дарована неприкосновенность, защита и собственное достоинство. Ведь пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал, «Исчезновение этого мира легче перед Аллахом, чем пролитие крови мусульманина». Достоверный хадис, переданный имамами Тирмидри, Насаи и Ибн Маджа, и здесь мы привели версию Байхаки. Шариат принес этические нормы, установки, законы и систему наказаний, которые высоко ставят неприкосновенность мусульманина и защищают его от причинения ему даже самых малых страданий, если даже это касается всего лишь его чувств и ощущений. Ислам установил братство, основа, делающая обязательным прекрасные отношения друг к другу и запрещающие причинение какого бы то ни было вида и формы вреда, Аллах Всемогущий, Он и Велик, сказал, «Воистину, верующие братья». Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, «Не завидуйте друг другу, не прислушивайтесь к беседующим, не испытывайте друг другу ненависти, не перебивайте торговли друг другу, будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто из мусульман не притеснять другого, не обманывать его, не относиться к нему с презрением, не оставлять его без помощи, а богобоязненность скрыта здесь». И посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, трижды указал рукой себе на грудь, после чего сказал, «Проявление надменности по отношению к своему брату мусульманину достаточно, чтобы считать это злым деянием, и для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина». Хадис передал имам мусульм, пророк, да благословит его Аллах, приветствует, также сказал, «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не пожелает для своего брата того, чего желает для себя», передал Бухарий и мусульм. Незабываемое историческое собрание, «Хаджи-туль-Вада'а», «Прощальное паломничество», провозгласило право мусульманина и заложило основу почитания его чести и достоинства, и запретности причинения ему вреда, каким бы то ни было образом. О мусульмани! «Попирание этих прав, которые почтил Аллах, чинить несправедливость и насилие по отношению к мусульманину, наносит ему вред, является одним из великих грехов. Аллах всемогущ, Он и велик, сказал по этому поводу, «А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха». А если причинять эти страдания лучшим и праведным людям среди мусульман, то непременно величина греха возрастает. В священном хадисе, переданном имамом Бухари, посланник Аллаха сообщил, что Всевышний Аллах сказал, «Я объявляю войну враждующему с тем, кто мне близок». Какой же глупец возьмется враждовать с Аллахом? Ведь Аллах причист, Он и велик, сказал, «Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал». Защита Аллаха предоставляется в зависимости от степени имана. А если человек достиг степени друзей Аллаха, то в этом случае Аллах объявляет войну тому, кто враждует с ним. Возможно, что какой-нибудь простой, слабый и безызвестный человек является одним из друзей Аллаха. Но ты не ведаешь об этом. Отстерегайся же от причинения зла тем, чью защиту взял на себя сам Аллах. Ибн Кафир, да помилуй его Аллах, сказал, «Смысл слов о тех, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, заключается в обвинении их в том, чего они на самом деле не делали, а слова «взваливают на себя бремя клеветы и явного греха» – это открытая клевета, злословие и наговор на верующих мужчин и женщин в целью обвинения их в том, чего они не совершали, или ущемления их в чем-то». О, рабы Аллаха! Шариат запретил даже те поступки, которые могут задеть честь мусульманина, принести ему моральные неудобства. Пророк, дабы ослабит его Аллах, приветствует, сказал, «Если будете втроем, пусть двое не перешептывается в тайне от третьего, ибо это огорчит его». Другой версии хадиса. Поистине, это нанесет обиду верующему, а Аллах не любит причинение обиды верующему. Хадис передал имам Тирмидзи и сказал, что он достоверный. «Дело доходит до того, что воздаянием человеку, убравшему колючку из дороги, по которой ходят мусульмане, будет рай». Посланник Аллаха, дабы ослабит его Аллах, приветствует, сказал, «Один человек, проходя по дороге, где лежала ветка от дерева, сказал, «Я уберу ее с пути мусульман, чтобы она не повредила их, и по этой причине был введен в рай». Посмотри, какова награда того, кто отвел от мусульманина лишь незначительный вред, хотя и сам не был причиной этого вреда. «Само только отвращение вреда является одобряемым, благим деянием, за которое мусульманин удостаиваются награды». Пророк, дабы ослабит его Аллах, приветствует, сказал, «Не вреди людям, и это будет милостыней от тебя самому себе». Хадис передал имам Муслим. Когда пророка, дабы ослабит его Аллах, приветствует, спросили, «Какой из мусульман лучший?» Он ответил, «Тот, от рук и языка которого спасены мусульмане». Хадис передал Бухари и Муслим. В другой версии сообщается, мусульманин – это тот, от языка и рук которого спасены мусульмане. Ибн Хаджир, да помилует его Аллах, по этому поводу сказал, «Мусульманин лишь тот, от рук и языка которого спасены мусульмане». Под этим имеется в виду мусульманин, ислам которого полон и совершенен. А у человека, от рук и языка которого мусульмане не спасены, отсутствует полнота обязательного ислама. Безопасность мусульман от языка и рук человека является обязательным, ваджива, а причинение им вреда рукой или языком запретным. Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, «Остерегайтесь сидеть у дорог». Люди сказали, «Но мы не можем делать этого, мы сидим там и беседуем друг с другом». Тогда он сказал, «Если уж вам непременно нужно собираться там, то, по крайней мере, воздавайте дороги должные». Его спросили, «А что означает воздавать должные дороги?» Он сказал, «Потупляйте взоры, никому не причиняйте вреда, отвечайте на приветствия, побуждайте к одобряемому и удерживайте от предуследительного». Хадис передал Бухарь и муслим. К причинению вреда мусульманам также относятся создания им неудобств на их дорогах и общественных местах, в том числе с безразличием, без проявления уважения к ним оставлять после себя мусор в таких местах. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, «Бойтесь двух действий, навлекающих проклятие». Его спросили, «Что это за действия, навлекающие проклятия?» На что он ответил, «Это справление нужны на прохожей части дороги и там, где люди прячутся в тени от сильной жары». Хадис передал имам муслим. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сообщил им о том, что устранение вреда спустим мусульман есть милостыня и считается одним из ветвей имана. Имам Табарани и другие с достоверным снадом передали, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, «Обязательно падут проклятия мусульман на тех, кто заставил их испытывать муки на своем пути». Одним из великих правил Ислама являются следующие слова пророка, «Да благословит его Аллах, приветствует, нет вреда и нет причинения вреда». Хадис передали имамы Ахмад и Ибн Мадж. Даже ради достижения благой цели и позволительного причинения неприятностей мусульманам. В один из пятничных дней, когда пророк, да благословит его Аллах, приветствует, ввел пятничную хутбу, один человек стал проходить вперед через ряды сидящих людей. Увидев это пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал ему, «Сядь, ты создаешь неудобства людям». Хадис передал Абудауд, Ибн Хузейма и Ибн Хиббан, сказали, что он достоверный. «Джабир Ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, «Пусть не приближается к нашим мечетям тот, кто ел лук, чеснок или лук-порей, потому что ангелы испытывают неудобства от того же, от чего испытывают люди». Хадис привел имам Муслим. Это указывает на запретность причинения мусульманина вреда. Если даже это случилось неинамеренно, если даже этот поступок был дозволенным и незапрещенным шариатом, что же тогда говорит о вреде, причиняемом намеренно, основываясь на личных интересах, исследуя страстям? О, мусульмане! Видов причинения обид, страданий и вреда множества, и мусульманину надлежит избегать их всех, а в особенности тех, относительно опасности которых и губительности их последствий пришли явные доказательства в Коране и Сунне, таких как ула, сплетня, причинение вреда соседям, прислуги, слабым и немощным людям. Пророк, да Богословит его Аллах, приветствует, сказал, «Судный день я буду судиться с тем, кто притеснял муахада, неверного, живущего на мусульманской земле под защитой мусульман согласно договору, ущемил его, возложил на него то, что сверх его сил или забрал у него что-то либо без его согласия, передал Абу-Даву с достоверным снадом». Если это сказано об отношении к неверному, который жил под договором, то каково будет тому, кто поступал несправедливо относительно мусульман? Абу-Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, Посланника Аллаха, да Богословит его Аллах, приветствует, спросили, «Такая-то женщина молится по ночам и пастится днем, но языком вредит своим соседям. Каково ее положение?» На что он ответил, «Нет в ней добра, она в огне». А здесь будет... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok